МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. 81-летний оружейный мастер. Дедушка из Буйнавского района оборудовал цех по производству самодельного оружия. Яркая мозаика на месте глубокой ямы. Активисты ОНФ стараются привлечь внимание властей к дорожным проблемам. Каспийское море будет очищено. Проблему с загрязнением водоема обсудили в ходе круглого стола в доме группы. Мастерская по производству самодельного оружия обнаружена полицейскими в Буйнавском районе. Примечательно, что оборудовал ее в собственном доме 81-летний дедушка. Он занимался изготовлением стрелкового оружия и переделкой гражданских образцов под боевой аналог. Так, за 63 тысячи рублей он сбыл пистолет с резьбой для глушителя, переделанный из газового пистолета. А за 35 тысяч рублей он продал еще один пистолет. Ну, за что вас сейчас задержали? Приехали, делали дома. Что у вас дома обнаружили? В ходе проведения обыска у оружейного мастера обнаружен еще один самодельный револьвер, патроны, заготовки стволов для огнестрельного оружия и многое другое. Гражданин, он довольно-таки взрослый, 38-го года рождения, занимался изготовлением, реализовал два пистолета, которые были переделаны из сигнального пистолета боевой. Потом, в ходе проведения обыска, мы у него дома начали еще один экземпляр оружия, который изготовлен был кустарным способом. Начали боеприпасы, нашли станки токарные, которые использовались, с которыми он переделывал это оружие под боевый аналог. Бесконечные ямы на дорогах Каспийска весьма оригинальны, решили золотаясь представители Общероссийского народного фронта. Первую яркую мозаику уже выложили сегодня на улице Орджоникидзе. Целью подобной акции, по словам общественников, является привлечение внимания к проблеме местных властей. Более тысячи голосов каспийчан, и мы не могли остаться в стороне, не обратить на них внимания. 128 дорог отмечено на карту убитых дорог с 2017 года. И практически текущего ремонта в Каспийске не проводится. Они ждут там федеральных денег, федерального бюджета, каких-то целевых программ. Тем не менее, представители ЖКХ города обещают, что уже в этом месяце начнется реконструкция 16 улиц Каспийска, включая и улицу Орджоникидзе. По их словам, уже определен подрядчик, и на ремонт выделено 142 миллиона рублей. Вот в августе месяце уже начнется тоже реконструкция улицы, и работы будут начаты в ближайшее время. И улица Хизроева, которая у меня за спиной, тоже будет полностью отремонтирована. Представители ОНФ намерены идти дальше. В планах залатать ямы ярким кафелем в Буйнакске и остальных городах и районах республики. Каспийское море будет очищено. Проблему с загрязнением водоема обсудили в ходе круглого стола в Доме дружбы. Мероприятие посетили представители федеральных и региональных органов власти при Каспийских субъектов, науки и экспертного совета. Состояние Каспийского моря – один из наболевших вопросов, которым обеспокоены жители всех субъектов, проживающих на его побережье. Круглые столы на эту тему проводятся регулярно. Мы обсуждаем одну из задач, которая стоит в регионе Каспия. Это загрязнение мусором морским, это вопросы отходов, учитывая новый федеральный проект, национальный проект экологии. Поэтому тематика дней Каспийского моря, она разнится и отличается в зависимости от тех актуальных задач, которые стоят на данный момент перед нами. Основной целью мероприятия было обсуждение направлений деятельности для сохранения и предотвращения загрязнения морской и прибрежной среды Каспийского моря и достижения экологически устойчивого развития при Каспийских субъектах Российской Федерации. По словам министра природы и экологии Республики Дагестан, в ближайшее время будут приняты меры по устранению мусора и сокращению дальнейшего выброса отходов в море. Вот представьте, весь мусор, который люди выбрасывают в горных районах, в реки, это для кого не секрет, это прямым потоком идет Каспийская моря. Мы сейчас до 31 декабря 2020 года должны установить мусоросортировочные комплексы, перехватить весь мусор в горных территориях и на низменных территориях, для того, чтобы обработать этот мусор и отправить на переработку. Это будет решена очень большая проблема. Кроме этого, мы на уровне главы Республики Дагестан ведем масштабный проект, это построить и довести до ума махачкалинский канализационный коллектор, поставить очистные сооружения в Кировском районе города Махачкалы и в Каспийский, все очистить все канализационные стоки, потом проводить выбросы в Каспийское море. В Дагестане планируется строительство завода по переработке рыбы, сообщает Минприрода Республики. По словам специалистов, в регионе имеются огромные запасы кильки, около 450 тысяч тонн. Это самые большие активы в России, при этом ежегодный объем ее добычи может составить 95 тысяч тонн. По словам руководителя Минприроды, уже определено место, где будет строиться завод по переработке кильки, но пока еще это не оглашается. На предприятии планируется наладить высокотехнологичное производство. Это позволит выпускать около 40 миллионов условных банок продукции. При привлечении специалистов на рабочие места предпочтение будет отдаваться дагестанцам. Рост цен на аренду жилья в Махачкале повысился на 16%. Аналитики федерального портала недвижимости domofon.ru провели исследование. Насколько сильно выросли либо снизились ставки на аренду квартир в 73 крупных городах России за последние 5 лет. В анализ вошли города с населением более 250 тысяч человек. Наибольший рост был выявлен в Череповце и в Сочи. В Махачкале в июле 2014 года однокомнатная квартира сдавалась в среднем за 11,5 тысяч рублей, а спустя 5 лет за 13 тысяч рублей. Ну а теперь предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Карины Баталовой. 800 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Именно столько получит дагестанец Султанхан Ибрагимов, которого оправдал Верховный суд Республики. Его обвиняли в убийстве двух человек. В октябре 2017 года присяжные заседатели признали подозреваемого невиновным. Мужчина провел в СИЗО около 19 месяцев. 20 лет. Именно столько необходимо, чтобы окупить стоимость квартиры в Махачкале от сдачи в аренду. К такому выводу пришли аналитики портала МирКвартир, проанализировав среднюю стоимость жилья в столице Дагестана. Это около 2,5 миллиона рублей. И ежемесячные аренды в 11 тысяч рублей. В целом срок окупаемости был подсчитан в крупнейших городах России. Так, самым доходным оказался Саратов, где возместить расходы за квартиру можно всего за 12 лет. Россиянам младше 25 лет хотят ограничить доступ в получении кредита. Депутат Владимир Петров из Ленобласти выступил с обращением, в котором предложил выдавать кредиты людям моложе этого возраста только на образование и покупку жилья. Чиновник считает, что часто деньги занимаются на гаджеты и отдых. В результате сейчас в России более половины молодых людей до 35 лет являются должниками банков. Миномущество ДАКТехкадастр и МФЦ Дагестана подписали соглашение о взаимодействии. Это позволит населению легко и оперативно подать заявление на досудебный пересмотр кадастровой стоимости их недвижимости через МФЦ. Так, уже в сентябре на площадках многофункционального центра будет доступна новая услуга рассмотрения замечаний к промежуточным отчетным документам государственной кадастровой оценки. Также на подписании соглашения была презентована брошюра. Это справочный документ, который позволит любому гражданину самому рассчитать налог на имущество. Ее можно скачать в электронном варианте либо бесплатно получить в офисах МФЦ. В ней мы постарались максимально подробно, пошагово объяснить, как рассчитать налог на имущество физических лиц, какие шаги по определению налоговой ставки, какие есть вычеты, какие есть льготы и как подать замечания, где, куда, каким образом. Две дагестанских команды вошли в число медалистов шахматной лиги СКФО. Детский турнир с участием 14 коллективов проходил в Ингушетии. Соревнования проводились два этапа, по итогам которых наши команды Дагестан и Гамбит вышли в лидеры. В финале они пропустили вперед шахматистов из Северной Осетии Алании. Помимо кубков и медалей призеры лиги получили денежные призы из рук международных гроссмейсеров Эрнеста Инаркеева и Сергея Корякина. Четверо дагестанских бойцов выступят на очередном турнире Лиги ПФЛ в Атлантик-Сити. Поединки пройдут в ночь на 8 августа. В этот вечер в октагон в основном войдут представители полутяжелого и тяжелого веса. Они определяют имена участников стадии плей-офф гран-при за миллион долларов. Так, в категории до 93 килограммов свои бои проведут пятикратный чемпион мира по ушу Санда Базигит Атаев и экс-чемпион М1 Рашид Юсупов. А в абсолютном весе чемпион Европы по борьбе Али Исаев сойдется с американцем Карлом Симану Таффа. Кроме того, рейтинговый поединок вне гран-при проведет Умар Нурмагомедов. Его ждет проверка в лице бразильца Сидемара Анурио. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин